здравствуйте друзья здравствуйте дорогие подписчики и гости канала меня зовут тамара и вы на моем канале тамара советское вязание друзья я сегодня начинаю новый проект я начинаю вязать французскую кофточку которую вяжут многие на ютюбе и это кофточка по мотивам известного кардигана марио от сезанн и хочу сказать добавить что я давно собиралась эту кофточку вязать нуждала пряжу вот пряжа пришла показываю вам и пока я провела скажем предварительную подготовку для того чтобы связать эту кофточку я на канале выпустила три видео три небольших мастер-класса по вот будущему вот этому кардигану почему французская кофточка называется но назвали ее другие блогеры а на самом деле это кардиган только короткий кардиган и вы увидите на моделях я ставлю при монтаже модели девушки сидят эта кофточка заправлена брюки или в джинсы или в юбку такой вот молодежный вариант для себя я решила что я буду вязать такую вот кофточку таким вот узором как на моделях но это же короткий вариант но единственное просто не будет кофточка я буду носить ее либо на растяжку либо застегнуты на пуговички но это время покажет и так друзья я значит связала три узора первый узор значит на канале называется клубника с веточками для французской кофточки второй узор называется ромбы для французской кофточки и третий узор регланная линия для французской кофточки и вот друзья вы видите на столе пряжу я вот заказала вот такую пряжу и думала из какого они мне цвета оба нравятся вот и думала из какой пряжи вязать но победила вот эта пряжа по той простой причине что она показалась мне более гладкой более мягкой и скажем на колючесть если так приложить к щеке она мне показалось менее колючей чем это хотя эту пряжу конечно не назовешь колючей нет но это пряжа мне показалось ну такой просто мягкая гладкой ну и конечно немного пушистой и так остановимся вот на этой пряжи и я вам немножко расскажу о ней пряжа называется от фирмы мэйджи конгород или кейт 15 процентов мохера состав 10 процентов шерсть 75 акрил 100 граммах 500 метров я буду вязать в одну нить на спицах номер 3 резиночка он будет вязаться горловина на спицах два с половиной миллиметра вот вот такая вот пряжа цвет вот этот 11 22 вот он сейчас на камеру хорошо кстати передает он такой он цвет называется медовый ну не знаю насколько он похож на мед вот такой вот светлый цвет слегка похож на персиковый если сказать бледно персиковый ну вот такой вот цвет так вот как вот так тоже вроде неплохо видно вот такая пряжа и вот друзья я подготовилась к этому мастер-классу вот я подготовилась и смотрите что я связала вот такой образец я связала и я вам расскажу что у меня на этом образце значит вот это полая резинка и мои полочки будут вязаться цель на вязаная такая будет у меня планка будет вязаться полой резинкой вот с одной стороны полая резинка и с другой стороны полная резинка далее между полой резинкой и узором будет у меня одна изнаночная петля но здесь образец здесь получилось так что здесь три петли у меня ну не с это не так уж важно вот это регланная линия регланная линия состоит из 7 петель основную регла основного реглана и вот здесь по одной петли изнаночной то есть и когда мы будем вязать провязывать переднюю полочку можно или на спинке можно взять одну часть регланной линии вот я показываю это три петли и провязывать вот этот узор она реглане непосредственно будет вот две такие как бы два таких узора от сих пор и до сих пор это вот регланная линия дальше непосредственно сам узор так я его положила не так вот непосредственно сам узор сейчас я немножко приближу давайте посмотрим узор представляет собой вот такой ромба а вот это ажурные веточки вот ажурные веточки и значит я провязала вот такой узор здесь далее у нас опять я сделала регланную линию и опять у нас полная резинка полная резинка вот полной резинкой будут у нас значит я уже повторяю будет планки сделаны левая правая полочка будут начинаться вот с такой полой резинки далее мне здесь рядом есть линейка вот и вот этот образец он прошел в то он постиран высушен и слегка даже я сделала такую небольшую паровую обработку что петли лежали ровно чтобы но было так красиво и вот значит вот так прикладываем линейку и вот на 10 сантиметров смотрим сколько петель по моим подсчетам я уже вот написала покажу вам плотность одна целая шесть десятых петли в одном сантиметре рядов в одном сантиметре 2,75 ряда то есть ряды мы вот тоже вот так вот у меня здесь такой образец не очень большой ширину здесь у меня восемь с половиной сантиметров 10 не хватает поэтому я высчитывала на 4 сантиметрах я вот в одном месте вот я приложила на 4 сантиметрах и посмотрела сколько у меня рядов и на 4 сантиметрах и потом посчитала и высчитала что мне 275 ряда причем я не захотела округлять до двух и восьми когда я буду делать уже подготовку непосредственно провязывание реглана и свои расчеты вот по значит по всем параметрам там я возможно буду округлять петли здесь я не округляла вот и значит вот образец связан еще хочу сказать несколько слов вот о высоте вот этого ромба дело в том что я планирую вязать азиатский росток и росток у меня будет пять сантиметров я хочу показать что вот у меня высота моего ромба вот от сих пор и до сих пор пять сантиметров то есть как бы на мой взгляд все удачно складывается если я на спинке буду вывязывать азиатский росток вот на один ромб вот пять сантиметров то потом у меня дальше все узоры хорошо сойдутся и все будет как бы идеально ну я так планирую надеюсь что так хорошо все получится и так я хочу показать свои небольшие приблизительные расчеты которые нам нужны для того чтобы нам мы могли набрать петли и начать наше вязание и так я уже сказала плотность 16 рядов 275 охват гор обхват горловины я беру обхват своей головы 56 на 16 89 и 6 это 92 кромочная 92 и одно для симметрии для того чтобы когда мы будем вязать сейчас покажу еще раз вот наши полочки вот так я их сложу подождите вот так вот наши полочки предположим это мы уже вяжем и вот реглан сверху у нас и мы вяжем и у нас должна одна полочка начинаться с лицевой петли и 2 полочка должна начинаться с лицевой петли потому что не с изнаночной вот здесь конечно как бы но не особенно видно но тем не менее не с изнаночной а с лицевой и поэтому нам для симметрии нужно нечетное количество вот так вот я высчитала вот нечетное количество нам нужно и так мы сейчас можем начинать уже вязать но я уже закончу цель навязанная планка полой резинкой азиатский росток 5 сантиметров вот на этом этапе вот такие мои расчеты а уже далее непосредственно сам реглан будут расчеты чуть позднее итак мы сейчас с вами начнем вязать вязать мы будем на спицах два с половиной миллиметра как говорят на ютюбе либо с фабричным краем либо с эластичным краем то есть у нас будет резинка такая вот сбросовой нитью мы будем набирать то есть у нас здесь я еще не сказала 93 разделить на 2 это сорок шесть и пять десятых петли мы будем набирать фабричным набором нам нужно будет половину от нашего количества значит округляем 47 и 1 возьмем тоже для симметрии 48 петель мы будем набирать если у вас другие значения тоже делим на 2 и набираем добавлю что на моем канале есть мастер-класс я его выпустила в прошлом году как набирать фабричный эластичный метод набора петель по кругу в круговом вязании а тут ну как бы на мой взгляд немножко проще но тем не менее вот мы сейчас с вами непосредственно я сказала что 48 у нас там но я подумала все таки лучше на одну больше мы наберем и и потом посчитаем нам главное чтобы когда мы удвоим петли это полная резинка мы будем удваивать чтобы у нас получилось нечетное количество и чтобы вот как я уже показывала с одной стороны полочки из другой вот так вот положу вот чтобы с одной из другой у нас было одинаковое начало лицевые петли поэтому нам даже нечетное количество наберем 49 если у нас будут лишние петли то есть будет четное количество не будет получаться мы просто сделаем где-то 2 вместе и все и вот так значит набираем петли значит накладываем петля значит у нас основная нить на вот на указательном пальце а наша бросовая нить вот слева значит на большом пальце и набираем все таки 49 и уже по ходу там будем смотреть самым обычным способом набираем 49 петель сильно туго не надо набирать все таки в составе мохер то есть чтобы у нас вот и вот так набираем 49 и потом мы значит будем удваивать будем провязывать накид и добавлю что если кому-то вдруг непонятно зайдите у меня на канал у меня в плейлисте плейлист называется уроки вязания кажется и вот там у меня в плейлисте значит вот фабричный или эластичный набор петель ну правда там по кругу но принцип такой же сбросовой нитью и набираем и значит провязываем так вот набрали мы петли и начинаем провязывать у нас это будет изнаночный ряд и мы будем вязать изнаночные петли с накидами 1 кромочная далее изнаночная накид изнаночная накид изнаночная накид и так далее до конца ряда вот я видо связала до конца ряда и вот смотрите я привязала изнаночную накид я больше не делаю то есть это у нас той стороны будет лицевая и теперь кромочная и вот здесь вот нам необходимо все хорошо подтянуть вот подтягиваем разворачиваемся считаем петли и провязываем дальше и так я посчитала свои петли ну правда на 2 петли больше вышло но зато вот здесь у нас лицевая с этой стороны у нас тоже лицевая вот лицевая петелька и продолжаем вязать лицевая накид снимаем нить перед работой лицевая накид снимаем нить перед работой лицевая снимаем на лицевая снимаем лицевая накид снимаем дальше провязываем до конца ряда и так вот мы закончили провязывать нашу полную резиночку вот что у нас получилось вот мы сейчас находимся в лицевом ряду вот у нас вот эти две ниточки вот они у нас здесь а вот это которая мы набирали дополнительно вот с этой стороны и вот в этом лицевом ряду вот у нас петли лицевая начинается вот она и мы сейчас будем начинать вывязывать нашу полную резинку а здесь мы будем вязать резиночку один на один и так я вот приготовила два маркера и начинаем вязать вяжем полой резинкой значит полная резинка у меня 11 петель плюс 1 кромочная 12 и так так 1234 повесим маркер дальше мы вяжем резиночкой один на один лицевая изнаночная тогда вяжем до конца ряда и не довязывая до конца ряда 12 петель повесим маркер и там мы провяжем полую резиночку и здесь мы вяжем полую резиночку как обычно лицевая изнаночную снимаем как обычно вяжем полую резиночку добавлю друзья что полная резиночка имеет такую особенность она может стягивать полотно за счет того что она со временем становится короче в своем но в вязании и потом мы будем вязать укороченные ряды вот покажу еще раз образец смотрите на образце у нас ровный край ровный край то есть вот здесь я вывязывала укороченные ряды вот чтобы у нас был ровный край и чтобы полотно не стягивалась вот и попозже покажу как мы будем навязывать укороченные ряды и теперь провязываем так мы первый ряд провязали 2 3 4 4 ряду мы с вами встретимся вот провязываем 2 3 ряд самостоятельно и так вот мы провязали 3 ряда вот это у нас четвертый ряд вот у нас здесь одна нитка вот это вот то есть вот с этой стороны видите у нас две вот это вот 2 здесь у нас одна то есть это у нас изнаночный ряд и вот пришла пора избавиться вот от этой нити вот от этой нити и значит я хочу показать как мы это с вами будем делать значит вот так нужно подцепить эту нить можно с этой стороны а можно вот с этой стороны так подцепить ее и вытягивать и здесь у нас откроются будут открытые петли и вот так мы дальше все вытягиваем и так до конца я за кадром это все сделаю вы делаете самостоятельно вот так а значит в изнаночном четном ряду вот так вот их легко вытягивать и вот вытянули все так все значит теперь у нас что получилось у нас получились вот открытые петли вот они открытые петли получились теперь нам нужно вот с этого края вот где у нас петелька вот она вот она нам нужно эту петлю вот так вот вытянуть вытянуть ее нужно вот таким вот образом можно сюда надеть маркер кстати покажу вам вариант с маркером может быть вам будет удобно с маркером смотрите вот одеваем сюда маркер так и вот так потихонечку вот так вот тянем можно маркером тянуть можно вот так вот так 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 вот видно надеюсь видно вот и вот так наша цель вот эту нить вот она наша нить вот на другом к краю вот наше нет вот оно и вот наша цель ее так потихонечку потихонечку вытащить так если что-то зацепиться все-таки махер тут волоски у нас разные тем не менее осторожно осторожно не спеша вытягиваем ну вот получилось вот теперь у нас готов наш край он такой симпатичный немножко утолщенный край у нас получился но в то же время он хорошо тянется он эластичный ну вот я думаю видно вот эластичный какой лажу вот что мы имеем вот мы имеем вот такой вот красивый фабричный или эластичный набор у нас получился и вот наши наши полочки левая и правая передние полочки вот у нас настоящее время вот так выглядит наше вязание следующее у нас задание нам нужно прямо вот на такой вот нашей полочки из полой резинки мы скоро будем здесь вывязывать петлю вот пока у нас вязание ровная значит мы провязываем это у нас сейчас будет пятый ряд и так у нас пятый ряд 5 в пятом ряду мы будем делать с вами укороченные ряды потому что если посмотреть на наше вязание то видно что вот здесь вот вот так я положу вот так вот ой вот так вот видно что здесь вот такая изгибе изгиб такой идет такая линия неровная что здесь у нас короче чем вот здесь и вот наши петли поэтому я покажу сейчас как мы будем в пятом ряду делать укороченные ряды и так провязываем лицевая изнаночную снимаем лицевая провязываем как обычно нашу полую резиночку и сейчас мы будем разворачиваться вот провязали мы наши 12 петель вот этот маркер временно мы сбросим а вот эту изнаночную мы снимаем не провязывая развернемся вот так сделаем вот такое обвитие так прижимаем и вяжем дальше значит у нас здесь мы снимаем изнаночная лицевая изнаночную снимаем лицевая то есть провязываем нашу полую резиночку как обычно вот мы сделали укороченный ряд чуть позже сейчас мы в тетрадку это запишем что у нас 5 ряд укороченный теперь это у нас получается уже 7 ряд но потому что мы сделали в 6 вернулись и теперь мы провязываем дальше и нам нужно ту петлю которую мы сделали вот обвитие разворачивались нам нужно и будет просто поднять и провязать так значит у нас 2 4 6 8 10 12 маркер маркер вот теперь смотрим вот сюда вот наша петля так вот так вот вот я подхватила эту петлю вот она надеваем на спицу правда надо немного развернуть вот и провязываем изнаночной дальше лицевая изнаночная лицевая и вяжем до конца ряда не довязывая 12 петель мы с вами встретимся провязываем и так мы подходим к концу пятого ряда заканчиваем провязывать нашу резиночку один на один и вот здесь пятом ряду мы конечно должны сделать поворотные ряды и еще в пятом ряду вот здесь конце ряда 5 я буду вывязывать петельку и так лицевая изнаночную снимаем лицевая снимаем лицевая значит мы вот здесь провязали 5 петелек видно до 5 2 3 4 5 делаем двойной накид можете сделать один накид вот так уж на река у кого какие пуговицы я делаю двойную чуть чуть побольше и дальше провязываю 2 вместе ну и дальше изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем и кромочная наша так это пятый ряд я предлагаю вот в тетрадку просто в любом месте отметить значит пятый ряд укороченные ряды у нас и и пятый ряд плюс петля 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 вот видно да в пятом ряду укорочены ряды и петля значит понятно что в конце ряда мы будем делать уже в шестом нам же надо разворачиваться то есть вот разворачиваем уже у нас шестой ряд здесь ну я думаю понятно так и вот вяжем кромочная изнаночную снимаем кромочная изнаночную снимаем ну и так далее вяжем и вот мы подошли где у нас два накида так вот так два накида значит мы делаем еще один накид и снимаем вот эти два накида вот так дальше придерживаем пальчиком изнаночную снимаем лицевая снимаем лицевая снимаем и нам нужно сделать сейчас поворотный ряд значит сбрасываем временно маркер наш а вот эту петлю мы будем обвивать вот мы и снимаем не провязывая разворачиваем наше вязание и снимаем петлю не провязанной обвили петлю дальше маркер мы повесим позже а сейчас мы вяжем лицевая изнаночную снимаем лицевая изнаночную снимаем лицевая и вот подошли где у нас два накида мы провяжем их просто изнаночные и вот у нас вот такая петля получилась вот она так теперь дальше лицевая зацепился волосок дальше изнаночную снимаем лицевая изнаночную снимаем лицевая кромочная и так дальше вяжем и вот наша здесь петля все у нас правильно это у нас лицевая это мы петлю снимаем лицевая снимаем лицевая и продвигаемся вот мы к петле которая у нас вот такая вот обернутая мы ее поднимаем на спицу так не с этой стороны вот с этой стороны лучше значит и провязываем лицевой за заднюю стеночку можно так значит и нам нужно теперь повесить маркер давайте посчитаем 2 4 6 8 10 12 вот сюда мы повесим маркер наш эта петля у нас провязана вот из этих наших где у нас лицевая изнаночная и вяжем дальше как обычно и вот напоминаю друзья это у нас сейчас шестой ряд так и теперь значит мы сделали с двух сторон мы сделали добавочки и теперь нам нужно написать вот сюда значит пятый ряд мы вот написали укорочен так видно не вид вот так вот мы написали укороченные ряды и мы вяжем 6 7 8 ряд вяжем 9 а следующий укороченный ряд у нас должен быть значит в десятом ряду и в десятом ряду будет у нас укороченный ряд вот я думаю видно то есть вот такие отметки можно делать или просто писать 5 10 15 то есть это будут укороченные у нас ряды еще друзья нам нужно с вами определиться на высоту нашей резиночки так где моя линейка значит вот нам нужно разобраться какой мы высоту резиночки хотим сделать ну давайте приложим линейку посмотрим вот сейчас у нас высота нашей резинки составляет 2 сантиметра можно четыре сантиметра сделать высоту резиночки можно 5 это каждый решает сам я не знаю я посмотрю я может быть сделаю 4 ну как говорится надо еще посмотреть как она будет смотреться все и так значит встречаемся с вами в десятом ряду друзья и начнем тоже делать укороченные ряды провязываем самостоятельно вот эти все ряды и так друзья у нас девятый ряд вот я говорила что в десятом будем делать изменения но я вижу что вот в девятом вот уже не ровно и поэтому у нас очередное укороченный ряд очередной мы будем вот здесь вот в девятом ряду в начале ряда сделать в лицевом а потом стоя с другой стороны уже будет получается 10 ряд то есть вот здесь девятом где наши записи давайте посмотрим вот я писала что 10 укороченный ряда значит мы 10 зачеркнем и у нас будет 9 укороченный 9 но на на повороте где у нас конечно мы в десятом будем делать но вот здесь в начале ряда мы все-таки начнем с 9 вы смотрите у себя там у вас может быть пряжа другая плотность вязания другая другое может быть вам и 10 хорошо будет он уже с той стороны в одиннадцатом ну вот я посмотрела у себя и я вижу что неровно и поэтому я буду делать укороченные ряды вот сейчас девятом ряду ну и вы уже знаете как делаем мы укороченные ряды у меня сейчас 13 ряд лицевой 13 и я посмотрела что у меня вот стягивает вот моя вот это вот часть где у меня левая и правая полочка с полой резинкой она у меня вот уже не ровно но возможно у меня специфика вязание такая вот посмотрите вот так вот видно надеюсь вот неровно и поэтому я ранее сказала что я в каждом пятом ряду буду делать вот вот эти укороченные ряды но получается в каждом четвертом потому что мы сделали в тринадцатом мы сделали в девятом 9 и 5 14 но я буду делать в тринадцатом раньше немного то есть получается в четвертом ряду вот и так вот у меня 13 ряд я буду сейчас вывязывать если у вас иначе вы можете делать иначе но я вот в тринадцатом ряду и у сейчас вот уже начинаю и буду делать укороченный ряд и после того как я закончу укороченный ряд я провяжу может быть еще буквально пол сантиметра и резиночку я уже буду заканчивать то есть мне будет достаточно я считаю и вот сейчас мы конечно провяжем дальше ну сейчас вы давайте возьмем линеечку и замерим посмотрим какой у нас тут уже сколько сантиметров у нас получается так у нас уже пять сантиметров есть пять сантиметров так не видно сейчас минутку вот так положим вот вот у меня уже есть но чуть-чуть не хватает у меня уже есть пять сантиметров я считаю что достаточно нам вязать нашу резинку и так друзья мы находимся в четырнадцатом ряду и сейчас нам нужно добавить к нашему вязанию вот эти петли планок вот это количество 12 на 2 24 во первых потому что они не входят в узор во вторых я примерила на себя посмотрела что ну недостаточно петель для того чтобы начинать высчитывать как мы будем вязать реглан поэтому мы вот сейчас находимся в четырнадцатом ряду после того как мы вот здесь сделали укороченные ряды в четырнадцатом ряду то есть на вот здесь в начале ряда это был 13 ряд мы здесь сделали 13 14 укорочены а вот здесь мы сделали в четырнадцатом ряду и сейчас мы меняем спицы на спицы более крупного размера то есть на тройку и нам нужно добавить 24 петли я посчитала что 24 петли нужно добавлять через 3,5 петли то есть через три петли делать из протяжки брать петлю и через 4 второй вариант и кроме того вот здесь мы будем провязывать все петли на изнаночной стороне все провязывать будем лицевыми чтобы здесь вот у нас на лицевой вот здесь на лицевой у нас получился такой как бы рубчик из изнаночных петель это будет имитация ложной кетлевки вот такой вот вариант и так приступаем прибавляем петли и встретимся в следующем 15 ряду вот я прибавки делаю так хочу показать я вот поднимаю петли из протяжки и и провязываю лицевой скрещенной так и кроме того что у нас вы здесь начале где у нас наша полная резинка мы здесь никаких конечно же добавок не делаем вот полной резинки поэтому в начале я прибавляю через две петли ну а потом уже дальше будет через три и так прибавляем и у нас должно здесь быть 119 петель провязываем самостоятельно друзья хочу сказать вы сейчас у нас 16 ряд и мы будем здесь провязывать все изнаночные а вот здесь возле петли которая заканчивается у нас ряд заканчивается наши пол и резинки вот эту петлю мы давайте будем провязывать лицевой чтобы здесь она была изнаночной это нам нужно для формирования нашего узора и так вот начинаем после полной резинки 1 лицевая и вяжем дальше все изнаночные потому что это изнаночный ряд и встретимся в следующем ряду и так вот посмотрите что у нас получилось в результате всех провязываний вот мы провязали вот у нас вот такой вот рубчик интересный вот вот такой рубчик как имитация ложной кетлевки дальше мы провязали два ряда лицевой гладью без узора просто такие установочные ряды вот у нас результате что у нас получается вот и теперь нужно значит как я уже говорила я буду вязать азиатский росток и мы сейчас приступим к расчету нашего реглана вот это мы отложим сторону и напоминаю наш узор вот это у нас линия реглана вот это она состоит из девяти петель наша полая рези полая значит резиночка наша планочка вот наша полочка 12 петель и так сейчас будем делать расчеты и так сейчас мы с вами рассчитаем петли как нам построить дальше наше вязание значит у нас 119 петель теперь на регланную линию у нас пойдет 9 петель из нашего узора далее по 12 петель у нас наша наша наши обе полочки и так четырежды 936 плюс 24 так 36 60 значит теперь у нас 119 минус 60 у нас остается 59 петель 59 петель но мы значит по классическому способу разделим эти 59 петель на 3 и у нас получается 19 петель и 2 в остатке и так значит у нас значит 19 петель на спинку наперед и на два рукава вот эти две две петли в остаток мы сразу дадим сюда значит запишем сюда 20 20 и 19 разделить на 2 будет 9,5 9,5 вот далее мы значит такие я хочу дальше так расчеты сделать вот эту вот петлю вот по пол петли мы дадим тоже сюда и того у нас останется здесь по 9 петель я зачеркну по 9 петель я уже говорила что я буду вязать азиатский росток и конечно у меня будут подрезы и поэтому от рукавов я хочу отнять петли потому что я буду же мне будут в подрезок добавляться петли и так а 9 петель я отниму 5 добавлю сюда так значит минус 5 а от этих 9 петель тоже отниму минус 5 добавлю сюда 5 петель и того у нас здесь 25 петель здесь у нас 26 петель и здесь у нас по 4 петли кроме того я хочу теперь еще у нас здесь 25 из 26 как бы на переднюю полочку все равно нужно добавить чтобы но потому что грудь наш нужно добавить поэтому я здесь отсюда возьму 4 петли минус 4 будет 21 сюда добавлю 4 петли будет 30 30 итак у нас получается мы на переднюю полочку дадим 15 и 15 но по нашему узору нам нужно вот сюда одну петельку добавить нашу у нас между полочками и основным узором должна быть 1 изнаночная и вот сюда мы добавим одну петлю тоже одну изнаночную и в результате я живу здесь эту изнаночную указала у нас здесь получится 28 петель на наши полочки разделим на 2 значит 14 и 14 не пишет 14 надеюсь видно 14 и 14 28 здесь у нас осталось на рукавах 4 здесь тоже 4 здесь у нас 21 петля 21 петля и так вот такой у меня приблизительный расчет но надеюсь ну конечно пересчитаю я потом но на сегодня у нас значит вязание закончена и до следующего включения и когда мы начнем провязывать уже практическую часть вот наших вот этих расчетов всего доброго до следующего включения